друзья всем большой привет у нас пасмурно так на улице иду сегодня наконец-то иду в салон красить свои волосюшки наконец-то записалась у меня запись на 11.30 немножко опаздываю потому что я проспала представляете проснулась утром как обычно я просыпаюсь 8 утра и поработала где-то в телефоне где-то наверное час думаю ну что хочется спать на улице такой дождь был думаю посплю еще часики со встану буду собираться и просто проспала проснулась почти в 11 и собиралась просто так быстро как никогда но успела позавтракать собраться и вот уже вышла в принципе не опаздываю вроде бы потом посмотрим далеко не нужно идти салон находится у нас центре вот за давно туда хожу сегодня хочу покрасить волосы хочу чуть-чуть может даже темнее сделать посмотрим поговорю еще с девочкой вы вот и стричь не буду решила отращивать не знаю сколько меня хватит чуть-чуть подрежу кончики наверно ли все подровнять а так прямо кара делать не буду они уже кстати неплохо так отросли это вот до сюда они мне достаточно быстро кстати растут так что думаю сейчас месяцев 56 так нормально все вот такие пироги дима на работе на сегодня четверг и завтра этот завтра едем в липштадт надеюсь что получится поехать очень в одному важному делу не квартиру смотреть но сейчас не могу пока рассказать как если что все получится конечно расскажу вам на 12 часов у нас встреча там и надеюсь что диме будем получится остаться дома сделать хом офис и поедем вместе вот такие планы еще дима сегодня хочет заехать в юск у нас городе потому что я зашла в интернет и увидела что там месте наличие вот эти клап что штуль раскладные стульчики которые берут на кемпинг на пикник на рыбалку нам нужно два стульчика и они как раз сейчас по 10 евро на скидке ну прям идеально и дима гостя заедут написано что в наличии есть 8 штук 2 3 штуки точно возьмет вот что еще а так все как обычно как говорится и рассказать больше ничего вчера у меня была такая большая стирка вчера ничего не снимала тушила говядину мы купили в калфланде кстати очень вкусная получилось я уже как-то показывала какие делаю и все мне уже пришел вот этот перевод вы видели в прошлом видео по поводу паспорта да и сейчас я пытаюсь записаться на онлайн термин в кельн на подачу этих документов но на эту субботу я уже прозябила эти слоты потому что еще не было перевода на руках смысл записываться если нету документа без него как бы нет смысла ехать на следующую субботу не получит записаться потому что мы едем в гагу в пятницу диме делать документы и как-то потом субботу ехать в кельн тоже еще полтора часа в гагу и так ехать почти 4 чем тоже долго не хочется хочется отдохнуть в субботу и скорее всего на следующую субботу буду ловить слоты на 27 мая почему именно на субботу там можно каждый день не думайте что только в субботу просто дима на работе отпрашивается не хочется смысл если можно как бы это сделать субботу они работают субботу поэтому нормально мы хотим поехать с утра в субботу хочу сделать термин и потом погулять по кельну мы там были последний раз 2019 году хочется еще раз давно не были хочется погулять подольше вот такие вот дела у нас всю неделю на самом деле такая погода пасмурная дожди в общем не солнечная посмотрим как будет дальше сейчас вроде на выходных обещали потепление чуть-чуть будет нет пока не ясно еще сегодня вам расскажу сколько у меня по стоимости выходит стрижка покраска ну стрижки как таковой не будет больше будет покраска вот такая вот большая парковка возле его бы огромное тоже наша энергетическая компания такой по поводу покраски стрижки в прошлый раз последний раз я стриглась и красилась в конце февраля даже в середине где-то 15 или 17 в этом смотрел 18 точно вспомнила знаете как удобно если забыл когда ты красился просто открыть свои видео влоги и найти этот влог и все сразу становится понятно 18 февраля последний раз я была в парикмахерской и я тогда заплатила 70 евро но это была покраска и прям такая стрижка у меня были волосы длинненькие такая хорошая стрижка под каре сегодня думаю будет чуть меньше по цене если конечно цены опять не поднялись но думаю что будет чуть меньше потому что буду только краситься и просто подровняю кончики думал может хотя бы 50 евро будет если дороговато но для меня здесь ремонт полным ходом пройдем приятный звук этот звук мне напоминает моего стоматолога когда он не пилит зуб просто этот звук ненавижу я сейчас морально готовлюсь 2 июня у меня запись опять типа верю и надеюсь что будет полегче в прошлый раз но не факт так буду стрижки и покраски в общем надеюсь что будет дешевле но на самом деле здесь документы еще дешево потому что в монстре намного дороже стоит где-то в каких-то салонах таких хороших конечно стрижка покраска стоит намного дороже и 150 и 200 евро так что мои 70 евро еще цветочки кстати вчера сделала себе новый маникюрчик такой как я диме говорю здравствуй новый год такой блестящий что мне прям понравился симпатичный знаете как удобно когда дома есть все для маникюра себе делаешь хоть каждые три дня ну этот маникюр я проносила где-то ну больше недель вот он мне надоел сняла и сделала себе вот такой серо блестящий так красиво переливается вот я еще все сегодня салоне спросить по поводу бровей очень хочу себе уже обновить брови пудровое напыление бровей я делала 2020 году еще в измаиле в украине и вообще собиралась делать опять также у той же девочки что мне нравится как она делает но не знаю когда я в этом году туда попаду поэтому хочу спросить здесь салоне знаю моем тоже делают хочу спросить боюсь представить сколько это стоит хочу спросить вот делают ли они пудровое напыление как они это делают за сколько денег и так далее сегодня может узнать потому что прошлый раз хотел узнать хозяйки не было хозяйка салона делает там брови ее функции тоже и не получилось узнать надеюсь что сегодня она на месте вот такие вот дела я уже прохожу нашу центральную улицу и иду дальше в принципе подхожу к своему салону салон называется элит там работают русскоговорящие парикмахеры практически наверное все из казахстана потому что ну которая очень давно здесь живут потому что кого не спрошу помню в прошлый раз когда зашла все из казахстана так что я принципе искала по такому типу салон чтобы можно было общаться это было еще пару лет назад сейчас конечно я уже могу пойти в немецкий салон но как-то здесь уже привыкла сейчас в принципе уже на немецком у нас нормально понимаю чтобы пойти нормально в немецкий салон а здесь мне настолько понравилось что решила зачем менять там непонятно еще такие мастера будут понравится мне не понравится и кстати ни разу что не было здесь у немецкого мастера когда вы жили в мюнстере тоже ходила девочки не свой салон она из украины очень давно здесь живет вот поэтому как-то привыкла к своим ходить скажем так немцам пока не ходила к немцам к туркам есть конечно нас много турецких тоже парикмахерских а не было у меня такого опыта не хватило маникюра у корейцев хочу вьетнамцев у кого-то медиалу вьетнамцев по моему все после этого что-то я уже опасаюсь и конечно не делю людей по национальности но так суто за моими наблюдениями начинаю понимать что пока к своим мне приятнее ходить и там посмотрим может что-то и найдется поинтереснее если переедем из этого города то придется искать уже в другом месте хорошая парикмахерская вот кстати вдалеке виднеется вот элит написано hard beauty салон все и дух захожу же вернусь к вам с обновленный с обновленными волосами так ребят я уже снова и как новый я сказала мы не подстригали сильно много но цвет темнее сейчас поближе покажу вот такой чуть чуть тем не все-таки сделали как я и хотела и все довольны обновленная это сейчас мне нужно снять денежку в шпаркасса сто лет там была в ванке раньше постоянно ходили снимали в последнее время настолько везде уже карточками расплачиваются что недавно не снимала сейчас пойду сниму нужно мне там наличные и все иду потом домой такая погода хочется постоянно спать сейчас пойду домой попью какой-нибудь чай бодрящий зеленый хоть немножко так как кофе я не пью вот чай прям необходим мне вот такая вот я новенькая мне нравится кстати хотел уже выключать забыла сказать сколько вышло сегодня 75 евро и заплатила дешевле я думала дешевле будет нет мы подрезали тоже волосики и пас покрасили все вот 75 евро вышла за всю процедуру и достаточно быстро за сколько я пришла в полдвенадцатого почти за где-то полтора часа ушло все иду сейчас шпаркасса и бегу домой кстати на этих выходных хотим куда-нибудь съездить надеюсь что будет хорошая погода в субботу хотим поехать что-то в стиле кемпинг пикника на рубалку вряд ли получится а вот когда-то поехать просто на пикник может быть что-то сосиски пожар и не знаю либо нашел там пару таких мест возле водоемов недалеко от нас в арендорфт по-моему надо больше дня он собирался не звонить надо спросить не забыл ли он позвонить спросить сколько там наверно вход сколько-то стоит или вместо стоит нужно и может быть поедем том что дома на деда отсидеть хочется где-то на улице на природе природе прям хочется где-то возле воды правого тянет тянет гистоком вот я все-таки в стиле родилась поэтому меня тянет постоянно к воде к воде к природе и ищем сейчас посмотрим и кстати бегу быстро домой потому что мне должны принести посылочку с майкап я заказывала кое-что из косметики уходовой и на доставке стоит хермес чувствую что с ними проблемы будут как всегда поэтому бегу чтобы быть дома когда они приедут потому что если у меня не будет дома буду искать опять свою посылку по всем городам и странам так что лучше на месте быть сразу не заходила ни в какие магазины куда у нас и есть экономия нас и есть буквально закупку сделали продуктов так что нового ничего не нужно нас такие заросли ну как у нас там где я прохожу возле нашего этого поворота рам заросло конкретно наверно будут чистить скоро 100 там где-то за кустами кто-то чистит здесь промпара почистить здесь такая красивая сирень она уже опала почти вся такая была прям пахло пахло и по моему же дождь начинает моросить я уже практически дохожу домой слава богу посылочка с мейкап уже у меня термес пришел все хорошо принес все прекрасно сейчас распаковываю показываю вам что же я заказала всегда все хорошо упаковано сайт я уже как-то показывала но оставляла ссылку нас оставлю опять в описании под видео ссылочку что каждый раз спрашиваете сайт называется my cup store . d и можно выбирать внизу сайта любую вашу страну где вы находитесь украине выбирала украины когда там жила сейчас германию кто-то в испании вести в общем по всей европе можно с этого сайта заказывать очень хороший классный что у нас есть только бумаги так первое что бросается в глаза это две кисточки я заказала себе решила обновить у меня есть конечно кисти но решила две кисти взять новые одну для пудры и одну для румян вот эти кисти они недорогие фирма top face насколько помню да вот одна профессионал это для пудры по моему и это для румян даже на русском написано вот такие две кисти по ценам уже не помню это пилоткой спонжик для макияжа тоже наношу не тональный крем обычно прям вот привыкла не тонально мне биби крем почти почти тональный хочу достать посмотрите вам показать обычный спонжик классный кстати по ощущениям вот как выглядит фирма как называется дальше масочка масочку подарок положили вот такая маска под холика холика гелевая какая-то надо в подарочек не заказывала самое важное что я заказываю это вот эти три предмета это крем для лица с керамидами сейчас открою покажу так показываю так выглядит коробочка это тоже корейская косметика холика холика решила себе заказать вот такой крем с керамидами для моего купероза это спасение потому что краски рамиды очень классно питают кожу защищают ее у кого купероз советую у меня было раньше от этой фирмы еще не было ничего вот первый раз заказу раньше меня была доктор джарт тоже корейская косметика заказывала с керамидами у меня закончилась сувер от очень классный вот сейчас заказала крем чуть более жирненький он вот написано супер керамид крем думаю что мне подойдет и можно пользоваться днем и на ночь но я думаю что я больше больше на ночью буду пользоваться так уже открыть не откроем сейчас симпатичный выглядит неплохо посмотрим как по ощущениям на моей коже будет надеюсь что подойдет вот так выглядит упаковочка цены тоже уже смотрите на сайте следующее это сыворотка такая сыворотка с центеллой центелла тоже очень классно если есть составе центелла это очень классно для людей у которых купероз успокаивает кожу питает вот такая вот она выглядит первый раз тоже пробую сыворотками на центеллой были какие-то у меня такие макияжные не макияжные косметические разные средства с центеллой но именно такой сыворотка заказываю впервые тоже буду пробовать отзывы кстати очень хорошая на с керамидами и с пептидами тоже потому что для моего купероза будет классно и третье это умывалка это получается пенка крем пенка называется для очищения для умывания лица сейчас покажу вам ее тоже корейская ой это не умывалка а умывалку я не заказала я хотела заказать потом передумала решила что баборовская у меня еще есть пока и когда я закончу закажу а это у меня очищающее масло гидрофильное вот такое тоже с центеллой моё уже заканчивается то корейское но оно мне нравится то синее но мне кажется доктор у него фирма доктор цикуляр по моему называется если я правильно читаю не цикуляр а сюрикл а вот это масло идет с центеллой думаю что она будет более такое успокаивающее что то синее хорошо очищает но немножко все-таки раздражает мою кожу купероз прям в общем чувствуется и я решила взять тоже с центеллой вот такое гидрофильное масло надеюсь что она мне тоже понравится посмотрим я не знаю корейское или нет мне кажется что нет что она просто такое сейчас посмотрю made in germany написано короче вот так она выглядит упаковочка надеюсь что мне понравится посмотрим так что вот такие у меня сегодня покупочки из косметики крем сыворотка гидрофильное масло это положили в подарок от холика такую маску гелевую и две кисточки со спонжиком вот такой вот у меня заказик сайта make up точка